Ждем здесь всех за покупками. Обещаю, что это будет самый большой магазин в Ленинградской области и по площади, и по ассортименту. Все вы видите здесь новенькое, в суголочке, поэтому рады приветствовать всех здесь. И в честь этого события сегодня будет небольшая лекция, посвященная туризму. Представляем вам лектора, спикера. Это кандидат педагогических наук, руководитель археологического клуба Север Пеженский. Сейчас нам поведают, как правильно ходить в походы, как привить любовь к туризму. Сейчас она во всем вам расскажет. Поприветствуем Всеволода. Можно перекусить в процессе мероприятия, взять напитки, посидеть здесь и попутно, наверное, Всеволод будет давать слово, задавать вопросы. Микрофон будет здесь, в центре зала. Советы, да. Спасибо большое, друзья. Я очень рад всех видеть. Я очень рад, что вы видите гостей, участников клуба, которые тоже сюда пришли поддержать. Да, как мне кажется, я, во-первых, не рассчитывал на лекцию. Вы не думайте, я не буду здесь полтора часа громко и монотонно звучать. Давайте вот как раз начнем с этого, да. А, собственно, так, сейчас я нам учусь пользоваться. А почему, собственно, я? Там вот с краешку, ну, тег закрывается. Итак, я сегодня буду действительно пробовать рассказать вам о первых шагах туризма. Но, с другой стороны, наверное, я думаю, что большинство собравшихся здесь уже имеют туристический опыт походный. И иногда, наверное, может быть, некоторые больше даже, чем я. Вот, поэтому, друзья, я постараюсь рассказать просто о своем видении этой истории. Может быть, даже не столько как какой-то опытный турист, сколько как педагог, который сталкивается с этой проблемой уже на протяжении 30 лет. И действительно, археологический клуб существует, страшно подумать, с 1994 года. То есть я думаю, что здесь есть достаточное количество зрителей, которые родились после этой даты. А первый раз мы отправились в леса вот как раз осенью 1994 года. А почему я вдруг решил стать руководителем такого объединения? Потому что я сам был воспитанником такого объединения еще при станции, городской станции Горсетур, станции юных туристов, которые существуют и до сих пор у нас в Петербурге. И при которой совместно с государственным Эрмитажем было, с одной стороны, вот так и получилось, что наш клуб, с одной стороны, это объединение, заинтересованное в археологических исследованиях. Сразу скажу, это абсолютно всегда только легальная археология совместно с академическими организациями. А с другой стороны, наш клуб, ну, остальной это год, надо было что-то делать. И мы начали ходить в походы. Вот, тем более, что такая практика тоже существовала еще, когда я сам в таком объединении занимался. Страшно подумать, с 1988 года. И когда я к этому времени уже, когда открыл клуб, был студентом педагогического университета, и сделал впоследствии тему вот этого вот молодежного объединения, темой, собственно, и педагогического исследования, которым защитил кандидатскую диссертацию. Хорошо. Теперь вот такой интересный вопрос. А, собственно, почему новички? С одной стороны, мы же с вами вдохновляемся, наверное, в большей степени успехами каких-то выдающихся туристов, путешественников, да? Вот. И, я не знаю, там, может быть, кто-то смотрит Марину Галкину, как она путешествует, кто-то, Олега Чагадаева. Но, наверное, во-первых, у всех таких известных людей был свой первый шаг. Они когда-то тоже были начинающими туристами и делали свои первые шаги в туризме. А, с другой стороны, мне кажется, наверное, новички – это как раз те люди, которым нужно уделить больше внимания для... Им нужна... у них есть потребность в том, чтобы мы могли в своих первых шагах. Здесь есть две важных альтернативы, два важных основных направления. Когда наш... сейчас, извините... Когда наш новичок... Вот, давайте сейчас мы перескочим немножечко. Когда человек начинает заниматься туризмом, путешествиями, у него есть несколько таких своеобразных образовательных маршрутов, как сказали бы в педагогике. Это самое простое и обычное решение – это отправиться в турклуб. И, наверное, вы знаете, что в Петербурге существует множество туристских клубов. По всей стране существует множество туристских клубов. И часто люди отправляются в... приходят в такой клуб, чтобы начать занятия. Но здесь есть несколько подводных камней. Подводные камни, мне кажется, следующие. Во-первых, большинство турклубов ориентируется на то, чтобы людей готовить к спортивным походам. У нас есть такие две больших альтернативы. В принципе, есть люди, которые занимаются походами, туризмом, как видом спорта. И есть люди, которые занимаются для каких-то других своих целей. Причем одно другого не меняет. То есть, если человек идет в поход спортивный, то, несомненно, у него может быть цели все равно пообщаться с природой, пообщаться с друзьями. Но там есть спортивные задачи. И, как правило, спортивные клубы сориентированы на подготовку новичков к такому вот спортивному... к виду спорта. И здесь следующий подводный камень. Потому что, если вы идете в спортивный клуб, вас туда могут не взять. Потому что, если это вид спорта, то, в общем-то, возникает идея о спортивной карьере, о определенном возрасте. То есть, насколько я знаю, большинство туристических клубов до последнего времени брали только либо школьников, либо студентов младших курсов. Просто... Кстати, очень часто тур-клубы организуются, кто знает, прямо при высших учебных заведениях. Просто у человека до начала того, как он начнет работать, заведет семью и будет уже так обременен, ему будет уже сложно проходить походы. У него есть вот это вот время, у школьников и у студентов, чтобы совершить какие-то свои такие вот путешествия. И получить нужные навыки спортивные, участвовать в соревнованиях. Ну, если я... До последнего времени Петроградский клуб туриста ПКТ был, по-моему, вообще единственным, которым брали взрослых там фактически в любом возрасте. Вот, это второй подводный камень, который может быть здесь. И еще одна история. Когда мы сталкиваемся... Когда новичок идет в тур-клуб, то в действительности его готовят к спортивному туризму. А очень часто у человека, обычного горожанина, молодого обычного горожанина, просто человека, живущего в городе, у него не то, чтобы вот он готов с какими-то навыками идти в спортивный туризм. У него нет базовых навыков. И я заметил, что многие туристические клубы сейчас начинают создавать такие программы, которые называются там типа первые шаги в туризме, базовые туристические навыки. Потому что выясняется, что те люди, которые приходят в тур-клуб, им нужно еще до этого некоторые базовые навыки получить. Вот у мумитролей точно появился такой курс, кстати, платный. Ну там, в общем, все платное. Это такая вот история. А у нас получается, что мы на протяжении последних 30 лет как раз к нам приходили новички, и мы их готовили. И вот эта подготовка новичков позволила нам впоследствии при создании материалов для канала сделать даже такой вот курс, который у нас называется «Школа начинающего туриста», в котором основные навыки перечислены. Но теперь я вот хотел бы перескочить на другую альтернативу. То есть тур-клуб – это понятно. Тур-клуб – это, в общем-то, такая известная история. Но мне кажется, что современное медийное пространство предоставляет нам достаточно широкие возможности, воспользовавшись советами других опытных людей, построить собственную программу освоения туризма. И, может быть, рост в туризме постепенного, и совершение этих первых шагов, а может быть, вторых, третьих, дальше самостоятельно. И это как раз связано с тем, что вторая часть туризма, которая часто не попадает нам в фокус внимания – это не спорт, а рекреационная деятельность. То есть, в принципе, это такой очень специфический вид отдыха, да, рекреационная деятельность – это вид отдыха. Это такой туризма – особый вид отдыха, после которого вы приходите, и вам нужно достаточно много времени еще дополнительно отдыхать. Но, тем не менее, это очень важная история, потому что для людей могут быть совершенно разные цели. Но, в целом, мы все понимаем, что мы идем на природу в поход для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы пообщаться с природой, пообщаться с близкими людьми, пообщаться с друзьями. Как-то изменить свое состояние. Некоторые идут перезагрузиться, да, и этих целей может быть много разных. Но самое главное, что это, в общем, те самые рекреационные цели. Но очень часто возникает ситуация, когда человек приходит, сталкивается и отказывается от дальнейшего участия. Мы сегодня об этом еще немножечко поговорим, когда человек отказывается от походов. С чем это может быть связано? Ну, с определенными сложностями и трудностями. Так вот, как человеку взять и пойти в поход, как начать развиваться как туристу? Мне кажется, здесь совершенно очевидная история, которую я излагаю как один из вариантов. Вы потом можете, кстати, поделиться, рассказать о своих, как вы сделали свои первые шаги в туризме. Но вот как мне представляется, вот наши зрители там в ролике или какие-то еще люди, которым интересно начать свои путешествия, должны поступать. Нужно для того, чтобы ходить в походы, нужно ходить в походы. Да, то есть, ну, сначала самое простое. То есть, как мне кажется, если вы хотите отправиться, если кто-то, абстрактно, новичок, хочет отправиться в первый свой многодневный поход, там, два или более дней, то начинать готовиться к первому походу нужно заранее. Идеальную ситуацию рассмотрим. Вы хотите пойти в поход в майские праздники на несколько дней, новичок. Вам нужно начинать готовиться в сентябре. Вот. И готовиться это не равно собирать шмотки, покупать. Да? Что такое? Какой вариант я вижу? Нужно выделить два воскресенья или субботы в месяц и отправляться в однодневные походы. Да? И вы можете составить себе, мы вам сейчас предложим такую программу для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но вы можете составить себе такой список мест, куда бы вы хотели сходить в походы, и отправляться в них каждый, ну, то есть один раз в две недели. Выстраивать их можно от более коротких, более сложных, например, от 5 километров до, ну, замахнемся намного, 20 километров в день. Для новичка однодневный поход 20 километров, мне кажется, прекрасно. Хотя есть люди, которые по 40-60 проходят, но это, наверное, все-таки не новички. И дальше самое интересное. Вот нужно представить себе определенные навыки. Мы их перечислили, между прочим. У нас есть ролик по каждому из этих навыков. От 16 до 20 походов поместятся, между прочим, с сентября до майских праздников однодневных. Вы чувствуете? Это уже такая цифра, после которой вы будете себя уверенно чувствовать в лесу. Это уже хорошо. И в этих походах постепенно осваивать навыки, которые вам нужны. Ну, например, если первый поход может пройти просто прогулкой по лесу в течение полудня, то в следующем узнать в том месте, где можно развести костер, пойти и развести костер. Если началась осень и заливает дождем, пойти и развести костер под дождем. Вот есть еще одна такая вещь, на которую сейчас на меня посмотрят криво. Вы наконец-то купили палатку-коврик из паники, вы идете в однодневный поход, ставите палатку, расстилаете коврик, ложитесь в паники, отдыхаете, собираетесь и уходите дальше. Если речь идет о самостоятельном освоении, о первых шагах туризма, мне кажется, это прекрасная история. И вообще все то снаряжение, которое вы приобретаете себе и которое у вас есть, дело не в покупке. Дело в том, чтобы вы умели этим пользоваться. И все. И тогда у вас 18-20 походов. Вы понимаете, сейчас здесь сидят участники клуба, и они понимают, что они по этой программе так и ходят. Более или менее. Дальше. Знакомство с картой. Ну хотя бы нужно знать, с какой стороны карты подходить. Какой ее брать. Отправляясь в такой поход, можно идти по уже размеченному маршруту, но сверяться с картой. То есть уже начать с ней работать. И дальше вот эти навыки позволят вам идти и развиваться как туристу уже в многодневный поход. Вы, извините, я немножко пользуюсь не такими терминами, как пользуется сообщество. Я называю походами выходного дня, поход выходного дня, выходной день, он один. Вот как раз, на мой взгляд, 17-18 походов выходного дня, и дальше многодневно, и легко. Кстати, если очень сложно с маршрутами, то можно придумать или узнать имеющийся маршрут на три дня, и проходить его сначала однодневными маршрутами по кусочкам, если это возможно технически, с заходом-выходом, или хотя бы частично. А потом проходить сразу уже большой маршрут. У нас есть такой маршрут Гридави-Ременселька, вы, наверное, кто-нибудь знаете, да? И он имеет 45 километров. То есть у него есть первый кусочек, 11. Вы прошли, можно второй, на вторую разведочку сходить второй день. А потом, уже на майские праздники, мы точно так делали, уходить с участниками на трехдневный поход по 15 километров в день. И это получается идеальная площадка для новичка, которая уже идет по знакомым местам. Он понимает, где стоянки, где какие-то, и все, и идет по этому маршруту. Мы так проходили, это прекрасная история, хотя маршрут вообще велосипедный, считается официально в длинной части. Так, к чему мы еще идем? Ну, к подбору снаряжения. Вот, тут мы находимся с вами в прекрасном храме торговли. И я сегодня буду впадать в ересь. Да, потому что мне кажется, что для первого похода, ну, кроме указанных палатки на двоих, спальника, коврика, в общем, ничего для начала, может быть, и не нужно. Я говорил, что может быть, и не нужно, да? Потому что у меня даже есть отдельный ролик, если вы найдете там инструктаж по подбору одежды в поход из шкафа. То есть, вот вы подходите к своему шкафу и отбираете то, что у вас есть. И мне кажется, для первых несложных походов, потом, постепенно, можно будет набирать какую-то... С набором опыта вы поймете, чего вам не хватает. Но кроссовки из шкафа, ну, почему нет, если это не холодное время года. Брюки какие-нибудь, куртка какая-нибудь, ну, плащик можно купить полиэтиленовый, в крайнем случае. Это я просто... Потому что я работаю с подростками, с молодежью, все очень часто как церковные мыши. И поэтому я вынужден вот часто так говорить, ну, нет ничего, ну, возьми полиэтиленовый плащик, вообще трагедии не будет. Я вообще не вижу, вот в туризме очень часто меня спрашивают, все так дорого, это такой дорогой спорт, или там вид отдыха, я говорю, да нет, в общем, для начала нет, совершенно точно. Вот. А что касается обязательных покупок, то их просто можно делать не сразу, можно делать в течение всего года. Вот вы начали в сентябре готовиться, распланируйте бюджет и не тратьте сразу много денег. Вот будет все, мне кажется, логично по сбору снаряжения. Но я должен сделать некий омаж, я должен сделать благодарность этой прекрасной организации и сказать мое мнение, что обязательно любой новичок или не новичок должен, зайдясь в этот магазин, себе приобрести носки. Трекинговые носки. Вот я сейчас стоял, и участники клуба покупали себе трекинговые носки, и меня отпускало. Потому что вот реально, вот сколько человек отказалось после первого похода идти дальше в поход, вот у меня на глазах, да, сначала девочка идет, молчит как партизан, потом говорит, у меня мозоль, мы открываем мозолей 9. Она говорит, я сейчас специально старые ботинки надела, ну потому что они испачкаются, но у меня с собой хорошие, если что, в рюкзаке. И сколько таких случаев было, когда ноги сбиты в кровь, и все. Поэтому я считаю, что вот прям без носков, ну, в частности, от сплава, у сплава офигенные носки, первые трекинговые носки, которые я одел в жизни, это были как раз сплавовские очень давно. Да, я согласен. А все остальное, со всем остальным можно справиться и без. Да, но потом, естественно, или когда вы захотите, или когда у вас есть возможность, тогда можно подбирать и выбирать снаряжение. Но вот что интересно, у нас на канале выходят ролики осознанно, значит, 2-3 обзора снаряжения, потом что-то про навыки и про знания. И вот про навыки и про знания смотрит примерно 10% от тех, что люди интересуются выбором снаряжения. Увы, но тем не менее, я считаю, что это все равно важно. И несмотря на то, что эти ролики топят канал, мы все равно продолжим выпускать ролики и про маршруты, и про навыки и знания. Ну, оговорюсь, что навык невозможно освоить, глядя на компьютер или телевизор. Вы не осваиваете навык. Поэтому мне очень часто говорят, во-первых, все, я посмотрел, я все знаю. Или в комментариях говорят, а я, вы знаете, даже я посмотрел ваш ролик о походе, я не пойду, я уже все видел. Вот. Это, конечно, оригинальный способ мышления. Но, тем не менее, если вы хотите освоить какой-то навык, вот у вас есть однодневные походы, возьмите и освоите. То есть, если вам что-то необходимо, мы готовы помогать, но я считаю, что YouTube не является способом для освоения туристических навыков, как и, впрочем, всех других. Только подсказка. Хорошо. Но вот для новичка, да и не для новичка тоже, возникает важный вопрос, куда идти в поход. И здесь есть, опять же, такой, я бы не сказал, что это обман или самообман, но есть такая иллюзия. Потому что, когда вот какой-то большой человек, медиаблогер, обязательно берется за какой-то большой проект и создаются какие-то большие тропы. Кроме того, у нас появились федеральные проекты, федеральные тропы. У нас появилась Байкальская тропа, федеральная. И что еще? Я просто не знаю, что еще имеет такой статус. Кавказская, наверное, тропа большая. И люди стремятся попасть на такие тропы. И вот, на мой взгляд, во-первых, нужно осознавать, что сразу на такую тропу выходить нельзя, нужно подготавливаться. А второй момент, это то, что, в принципе, тропы должны быть разные. То есть, есть известные большие проекты, куда люди должны отправляться уже с определенным уровнем подготовки. А есть, должны быть, по крайней мере, и есть тропы. Если, предположим, федеральных или каких-то больших проектов, их должно быть 5, 6, 10 на всю страну, то десятки, или, может быть, сотни маршрутов на несколько дней, 50, 30, 40, 100 километров, чтобы можно было проходить по таким же тропам. Я сейчас немножко расскажу о самой структуре маркированной тропы. И сотни точно, а если не тысячи, маленьких троп на один день. Чтобы люди могли ходить сами, если у них есть только один выходной, который они могут посвятить. Чтобы люди могли выходить на 3-4 дня, а потом отправляться на большую тропу. И постепенно, по крайней мере, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области такая система создается. У нас есть такая интересная история, как называется проект Тропа 47. Ну, поскольку 47-й регион, но они решили, наше, так сказать, руководство, что в Ленинградской области будет 47 троп. Сейчас уже понятно, что троп будет больше, чем 47. И что за тропы? Чем они отличаются от обычных туристических маршрутов, которые, ну, просто GPS-трек пошел и скачал? Такие тропы... Давайте, вот у нас есть даже их... Нет? Приджамп. Почтем. Вот у нас есть даже уже обозначение готовых троп. Отличаются чем? Они маркированы. То есть на них нанесена определенным образом сделаны марки, по которым вы можете идти от одной арки. А марки должно быть видно другую. Кроме того, на них есть указатели, по которым вы можете двигаться. И на них есть стенды. И важным элементом стендов является навигация. То есть вы приходите, на стенде должна быть обязательно карта. И на карте должно быть место, где вы сейчас находитесь, чтобы вам можно было сориентироваться. Это такая прекрасная история для начинающих. Но в действительности, если эта тропа достаточно длинная, это может быть маршрут и не для начинающих, а вполне для туристов с высоким уровнем квалификации. Кроме того, поскольку мы с клубом включились очень активно в эту работу, мы можем сказать еще важные свойства этих троп, которые не лежат на поверхности. Их рассчитывают с самого начала. То есть когда идет работа над тропой, люди, которые ее, грубо говоря, придумывают, во-первых, часто используются уже на работе других, то есть известные туристические маршруты. Во-вторых, есть логика и логистика тропы. И она рассчитывается. То есть когда этот маршрут специалистами или энтузиастами создается, думают над тем, как вы приедете на эту тропу и как вы уедете обратно. Это будет либо кольцевая тропа, либо будет понятный заход, понятный заезд. Вот Валдайская тропа, то ли недоделанная, то ли вот там такая ошибка. То есть тропа, которую ты, понятно, приехал, начал и идешь куда-то в никуда. А потом ты заканчиваешься, и что делать дальше? А разворачиваешься и идешь назад. Таких ошибок вообще в принципе не должно быть. Тропы должны быть понятны. Кроме того, когда создают такую тропу, естественным образом узнают, а какие интересные и красивые места, где есть какие-то видовые площадки, где есть какие-то памятники истории и культуры. И вот на эти объекты обычно такие тропы выходят. То есть вы еще и не просто идете, а вы посещаете какие-то интересные места. И на стендах может быть какая-то дополнительная информация. Кроме того, худо-бедно по этой тропе должно быть где-то какое-то описание. Сейчас мы об этом тоже немножко поговорим. Хотел бы показать, здесь присутствуют многие люди из числа, показанных на фотографиях. Мы включились в работу по тропам Ленинградской области, как только она началась. В свое время мы выиграли грант, и по нашей разработке была сделана тропа Южного берега. Это тропа по Южному берегу Финского залива. Она составляет, по-моему, 42 километра, но с возможностью ее продления. Кроме того, мы участвовали в проекте Большой Ладожской тропы. Этот проект, к сожалению, загас. Но, тем не менее, нам удалось сделать солидный участок. Ну, так сказать, небольшой участок. Но там достаточно сложный рельеф, поэтому она проходится лучше за два дня. Это тропа Лихмалахти на берегу Ладожского озера за Приозерском. И в общей сложности мы участвовали в работе над 10 тропами от 10 километров до 100 с лишним. 122 – самая большая тропа, по которой мы работали. И вот мне кажется, что именно такие тропы дают возможность людям постепенно от простых маршрутов проходить к более сложным и выходить уже на самостоятельные походы. Вот, давайте мы еще раз попробуем пройти по этой линии. То есть, человек должен просто сначала захотеть оторвать попу от дивана. А дальше, как мне кажется, одним из возможных вариантов – это подготовка собственной программы походов по… в нашем случае по Ленинградской области. Есть даже, между прочим, тропы на территории Петербурга. То есть… И, между прочим, прекрасная тренировочная тропа на территории Петербурга, потому что у нас с вами нет перепада высот нигде. Но вы можете поехать в Дудыргов, Можайский бывший. И там у нас гора Орехова, гора Воронья. По ней экотропа 5 километров. И по ней можно там буквально бегать. Вот, кстати, о бегать. Еще один важный момент, который я упустил сейчас в подготовке – это физкультура. И вот, во-первых, какая нужна физкультура, не очень понятно. Если вы решитесь готовить себя к многодневным походам, то 18 походов за сезон однодневных больше, чем 5-10 километров, они вас уже в какой-то мере, мне кажется, подготовят. Вы уже будете так более уверенно себя чувствовать. Но, кроме этого, я один раз встретил такую точку зрения инструктора. Он говорил о том, что если восходить на Эльбрус, то прикиньте так, что вы должны 8 часов бежать. Если вы можете, значит, вы готовы идти на Эльбрус. Я задумал, а вот для простого похода, вот сколько нужно, какая должна быть физуха, с чем можно сравнить. И вот я подумал, что если человек 10 километров пробегает, то, наверное, трехдневный поход не покажется ему тяжелым физически. Нет, конечно, могут быть там ошибки в сборе снаряжения, там 100 килограмм в рюкзаке, но, тем не менее, если говорить об основной физической подготовке, то здесь вот ровно столько, сколько нужно для начала. Дальше все зависит от человека, от его амбиций, планов. Хорошо. Мне кажется, что я в основном, извините меня за небольшие оговорки в начале, я в основном сказал, что хотел, и я готов как бы даже не столько отвечать на вопросы, сколько вот вы мне можете подсказать, задать вопросы, и мы дальше как-то еще поговорим, если вам это интересно. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алексей, очень отпикнулся в ваш рассказ про физкультуру, потому что я на своем примере, я на текущий момент все еще являюсь таким новичком, столкнулся в прошлом году с тем, что сидишь, ты такой офисная крыса, самая настоящая, и в какой-то момент отпуск, все, надоело в городе, хочу куда-то, и в одну поход, и вот могу с вами полностью согласиться, что физкультура очень важна по одной простой причине, если ты пошел в многодерный поход, в первый день ты проходишь, большие нагрузки, резкие, и в первый день все хорошо, все классно, в второй день невозможно идти, мышцы все забиты, потому что вот мы сидели, сидели, сидели весь год, ничего не делали, потом резко собрались, накидали кучу вещей в рюкзак, гигантская нагрузка, ты помимо того, что свое тело, ты еще сверху, многое с 20-30 килограмм, а тело еще набрало за зиму, да, и побежал, так что я полностью с вами согласен, что готовиться к походу лучше в первую очередь именно с точки зрения физкультуры, потому что, когда ты готов физически к походу, в целом остальное уже, мне кажется, как-то даже вторичное. Ну, хорошо, я могу только дополнить, я еще подумал, спасибо, я хотел еще дополнить, да зачем уже, разве меня не слышно? Слышно. Ну, давайте все. Я бы хотел дополнить следующий момент, если вы при этом возьмете близкого человека в такой поход, я не знаю, детей, родственников, друзей в такой поход, то несколько походов за год еще улучшат ваши отношения, они улучшат вашу дружбу, улучшат ваше общение, поэтому, на мой взгляд, это прям вот очень важная история, она может важной стать именно лично для человека, который участвует в таких походах и для его семьи тоже, поэтому здесь возможностей очень много в этом плане. Ну, а если кто-то ходит в клуб, то обычно люди себе находят и пару близкую по взглядам и по восприятию жизни. Вот еще один момент. Если вы развиваетесь, если вы хотите как турист расти, есть еще одна история, которую можно реализовывать. Это участие в разнообразных турслетах, соревнованиях и туристических тусовках. Ну, у нас каждый год осенью, кто знает, проходят соревнования по ориентированию памяти о кинчатце. И в чем важность для начинающего туриста или для того, кто ходит один? Нет, есть такие люди, которые одинокий волк, собрался 10 дней по тайге и только лучше. Но большинство людей, люди, социальные существа, им нужно как-то общаться и понимать, что есть люди, близкие тебе по взглядам по жизни. Речь не о том, что вы пробежите быстрее всех на этом соревновании, речь о том, что вы окажетесь в группе людей, в сообществе, в котором, в принципе, похожим образом смотрят на жизнь. И поэтому в том же сентябре нужно обязательно подписаться на все тургруппы, на ВК или где-то еще, на каналы, и мониторить, и участвовать в таких тусовках, соревнованиях. Тем более, что в таких собраниях всегда выделяются разные уровни сложности. И вы можете участвовать как продвинутый турист, а вы можете выбрать себе минимальную нагрузку для начала. Но просто потусить, пообщаться и увидеть людей, близких к вам по духу. У нас, правда, все время с Акинчицем накладываются какие-то наши походы, поэтому мы обычно где-нибудь в районе Орехово выходим и подбираем и ориентируем тех, кто заблудился там с Акинчицем. Они к нам подходят и говорят, в какую сторону Питер? Вот так вот. И, значит, несколько раз такое было. Вот. Поэтому, мне кажется, что такие собрания тоже будут очень полезны. с Акинчицем, с Акинчицем,